Даже в холодную погоду в скейт-парке полно юных любителей экстремальных видов спорта. Строительство этой площадки инициативная молодежь добивалась несколько лет. И вот, наконец, на Московском шоссе появились рампы и перила. Но, по словам профессиональных скейтеров, площадка вложенных денег не стоит. Данил Мазин – один из инициаторов строительства. Он занимается скейтбордингом уже 10 лет. И, как никто знает, какой должна быть скейт-площадка. Само покрытие, асфальт, как он сделан, он прям крошка. То есть можно собрать, не знаю, в карман положить, он весь сыпется. И когда падаешь, ты весь раздираешься на нем, а должен скользить. Хотя бы у нас даже на тротуарах кто лучше, асфальт, чем здесь. Владимир Райдер. Именно так называют экстремалов, который выполняет трубки на велосипедах BMX. Он владелец собственного скейт-парка. По его мнению, площадка сделана крайне непрофессионально. Такую площадку надо было делать примерно 10 лет назад. Это такого уровня площадка, и она даже не стоит своих денег. Можно было ей намного больше сделать и качественнее. А эту площадку сделала компания, которая даже не занимается постройкой скейт-парка. Недовольна площадка не только спортсмены, но и жители ближайших домов. По словам местных жителей, экстремалы приходят кататься даже по ночам. Невыносимый шум не дает спать никому. По их мнению, площадку стоило делать на открытой местности, а не рядом с жилыми домами. Несмотря на все недовольства, многие все же благодарны, что в городе площадка вообще появилась. И юным скейтерам и райдерам теперь есть где заниматься. Мне здесь нравятся крутые горки, только нам страшновато. Какой бы ни была площадка, родители юных экстремалов должны следить, чтобы их дети соблюдали меры безопасности и катались исключительно в защитной экипировке. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».